Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня для вас обзор на Cooking Simulator Pizza. Это симулятор Pizza Yolo, где вы будете готовить тесто, соусы, делать заготовки и превращать все это в пиццу, чтобы ваши клиенты остались довольными. Что ж, желаю всем приятного просмотра, начнем пиццойолить. В предыдущем видео обзоре я уже рассказывал в основной игре Cooking Simulator, а это одно из дополнений с уклоном в готовку пиццы. Итак, вы окажетесь в небольшой пиццерии, где-то на побережье Италии, и так же, как в основной игре, у вас уже будет полностью оборудованная кухня. Единственное, что потребуется покупать, так это продукты, специи, кухонную утварь, если понадобится. А так, на вашей кухне у вас будет стол, на котором вы будете раскатывать тесто и добавлять соусы с начинкой. Специальная полка, где вы разместите емкости с подготовленными соусами и нарезанными продуктами. Также на кухне есть приборы для нарезки, так что вручную ножом этого делать не придется. А так же будете варить собственные соусы и с помощью специальной машины месить тесто. Только загрузите в чашу все необходимые для теста ингредиенты, в соответствии с рецептом, которых здесь несколько. Всего минута и у вас целый ящик подготовленного теста. А еще у вас есть погреб, где находятся все ваши продукты, а их довольно много, чтобы приготовить пиццу на любой вкус. А самое главное это печь, в нее вам нужно будет подбрасывать дрова для поддержания подходящей температуры. А в печи можно разместить сразу две пиццы. И сейчас я покажу весь процесс готовки на примере сырной пиццы. Берем подготовленное тесто, в данном случае неаполитанское. Раскатываем его на столе и далее следуем рецепту. Берем и распределяем соус по всей поверхности. Я делаю это круговыми движениями. Далее нужно добавить различные сыры. Начинаем с тертого пармезана. Настраиваем область и посыпаем, пока не добьемся нужного количества по рецепту. Далее проделываем то же самое с тертой моцареллой. А далее равномерно раскладываем сыр моцарелла де бухало. И последний штрих. Распределяем листики базилика. Отправляем нашу пиццу в печь и ждем, пока она запечется. Подготавливаем большую тарелку и выкладываем нашу пиццу. Отправляем клиенту и получаем свою заслуженную награду и оценки. Получая опыт, мы повышаем уровень и тем самым открываем новые рецепты пицц, соусов и новые ингредиенты. Также открываются перки, которые помогут ускорить вашу готовку. Для получения дополнительного опыта также можете выполнять ежедневные задания. И в заключении. Интересно, конечно, попробовать себя в роли виртуального пиццайолла, а после перейти к практике в реальной жизни. Конечно, в реальности времени потребуется гораздо больше. А еще в игре приятная музыка, и если захотите, можете и свои музыки добавить, чтобы готовка приносила больше удовольствия. А еще игра вызывает аппетит, так что пойду на кухню, изображайте себя пиццайолу. И на этом у меня все. Всем спасибо, что смотрели до конца. Всем удачи, ну а мы увидимся в следующей серии. А пока, всем пока.